и драгоценные те из вас кто бывали на наших молитвенных недельных выездах тишины вы знаете что как правило пятницу вечер у нас посвящено так как бы такой финальный вечер и мы берем самую самое сердце ветхого завета книгу песнь песни где говорится взаимоотношениях между богом и человеком в образе юноши пастуха и девушки суламиты и там разные драматические перипетии прочее 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 и вот когда мы в эту пятницу опять проводили то собрание я брал и мы читали песни песней и разбирали эту книгу я как-то вот особо обратил внимание на одно место в этот раз и я хочу чтобы мы открыли пятую главу книгу книги песнь песней и прочитали здесь со второго стиха где девушка суламита прообраз церкви прообраз нас с вами верующих рассказывает пятая глава песнь песней второй стих я сплю а сердце моё бодрствует вот голос моего возлюбленного который стучится отвори мне сестра моя возлюбленная моя голубица моя голубица моя чистая моя потому что голова вся моя покрыта рассою кудри мои ночной влагаю я скинула хитон мой отвечает суламита как же мне опять надевать его я вымола ноги мои как же мне опять марать их возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину и внутренность моя взволновалась от него я встала чтобы отпереть возлюбленному моему а с рук моих капала мира из перстов моих мира капала на ручке замка отперла я возлюбленному моему а возлюбленный мой повернулся и ушел души во мне не стало когда он говорил я искала его и не наш не находила его звала его и он не отзывался мне вы сегодня слышали как важны личные отношения с господом это вообще центр веры самое наверное хуже трудно представить самое несчастное состояние христианина это ходить в церковь но не иметь этих личных отношений с богом когда мы как в темницу нашу молитвенную жизнь закрываем в темницу наших нужд проблем каких-то трудностей и все что мы делаем во время молитвы это богу перечисляем в чем он нам должен помочь в чем нам тяжело и почему мы без него справиться то не можем как будто он не в курсе как будто он не знает конечно мы должны молиться конечно мы должны просить но вы знаете долго ли может просуществовать дружба когда между вами нет отношений нет долго ли может быть дружба если к тебе друг обращается только помоги слушай ой тут у меня вот с машиной проблемы я там знаю тебя знакомые в автосервисе помоги ой слушай там у меня вот проблемы с ремонтом я знаю что у тебя и знакомая бригада помоги в таком случае это не дружба это просто один использует другого под видом дружбы потому что отношений нет дружба конечно друг может помочь другу но не это основа дружбы основа дружбы это единение душ когда людям просто хорошо быть вместе просто вот хорошо вместе сидеть и вместе общаться и мы друг оказался вдруг вот тем кто постоянно только что-то с нас тянет ну нас это сначала удивит а потом мы думаем а что это за дружба то такая это никакая не дружба это больше знаешь отношения врач пациент чем два друга но почему-то в отношениях с господом мы допускаем такого когда мы можем приходить к нему только с какими-то нуждами только с какими-то просьбами а если как бы у нас нужд нет как это сулами то все я легла так как-то не нормально все сейчас спать буду и тут не в тему возлюбленный пришел вдруг все это ты пришел я уже не могу так вот драгоценное так важно вот реально строить это внутреннее отношение потому что когда смотришь на эту картину вот эта девушка ее возлюблены там где-то вне стучится отвори возлюбленная моя говори да прекрасная моя да вот голос звучит отвори сестра возлюблены голубица чистая отвори и сразу вспоминается новый завет последняя книга нового завета где иисус стучится в дверь и там говорится о церкви это вообще парадоксальная картина когда церковь невеста христа но иисус вне то есть его нет в нашем доме он где-то рядом но не внутри где-то вот там находится и стучится не вламывается там нагло в наш дом а он стучится и там написано все стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и откроет дверь войду то есть если ты не откроешь не он не войдет он не как вор не как разбойник хочу войти и и буду вечерять с ним и он со мной вот такая же картина возлюбленный он стучится говорит хочу войти хочу иметь отношение с тобой хочу единение и как часто знаете нам-то некогда и мы думаем господь да мы тоже тебя любим очень сильно любим ну ну не сейчас же это вот я вот заметил как вот господь вот придет вот все как-то вот него не вовремя не вовремя он и вроде бы и и сердце трепещет да но вот как-то вот не вовремя все но не до этого тут у нас работа тут сейчас трудности тут экономические проблемы тут семейные сложности иисус конечно я понимаю это вот как бы то все надо я понимаю это надо но 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 не сейчас он как бы приходит все время как будто не кстати не кстати а потом уже когда думаешь да ладно уж ладно встану одену хитон мой подошла открыла он уже ушел то есть поздно мы-то почему-то думаем что он обязан там стоять и все время ждать когда же ты прям соблаговолись а он не ждет я вот именно в эту пятницу когда читал то местописание вспомнил очень ясно одну историю когда я еще был молодым пастором это начало 90-х годов вот и я помню какую-то книгу читал о благословении которые мужи божьи переживали в ночных молитвах вот я помню вечером я я молился и сказал гору господь если ты хочешь чтобы я общался с тобой среди ночи я будильник заводить не буду ты меня сам пожалуйста разбудил ты разбудишь меня но это само по себе чудо да когда ты устала вечером друг среди ночи просыпай вот если ты разбудишь меня тогда я встану и буду молиться а не разбудишь тогда уж извини господь ну значит не надо и после этой молитвы лег спать вы знаете произошло то что со мной ну скажем так очень редко бывает вот вот я вдруг проснулся прямо в среди ночи проснулся вот вижу и так спать хочу так спать хочу и давай господи 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 ну в принципе для молитвы всегда есть время господи дождешься до утра и повернулся на другой бочок и и заснул вот ну когда в полу сне что-то происходит да вот бывает такое утром я проснулся думаю ой я же вечером просил господа разбудить он меня разбудил но я так и не встал и не стал моли не стал умолиться и думаю ой господь ой прости меня ой каюсь и в следующий вечер вечер сказал все теперь только разбудим я уж тут господи я уж не подведу. Но больше такого не было. Больше такого не происходило. Я почему-то думал, что следующую ночь повторится. Ничего этого больше не повторялось. Мы точно так же думаем, что он обязан там вот стоять и ждать. Когда ты там ноги свои, наконец-то, вымывешь. Когда ты там выспишься хорошо. Когда тебе уж делать совсем нечего. Ну ладно, уж делать нечего. Пойду, открою. Ну же что, дельное скажет мне. И вот мы точно так же стоим и ждем. И мы не понимаем вот это времена, что Библия говорит, сегодня время благоприятное, сегодня время спасения. Мы все время что-то откладываем. Откладываем на будущее. Откладываем на потом это. Как бы у нас много важных дел. И, конечно, мы понимаем, что Иисус это самое важное. Самое важное в песнях. Самое важное в проповедях. Самое важное на словах. Но когда доходит дело до реальности, то получается, что этот Иисус где-то там в конце очереди. И что это за любовь такая? Вы сегодня слышали, говорили, что настоящая любовь, когда ты реально хочешь встречи. Ты жаждешь встречи. И если эта встреча намечается, ты откладываешь все дела там. Ты передоговариваешься, переназначаешь только, чтобы быть с ним. С тем, кого любит душа моя, говорит священное. Священное Писание. Но в реальности, к сожалению, это не так. Не так. У нас часто какой-то и соломит. Все как-то вот не до Иисуса. Все вот. Бог говорит сейчас, а мы говорим, Господи, Господи, как-нибудь потом. Как-нибудь потом. Как-нибудь потом. Потом приходит, а уже ничего нет. Уже того состояния нет. И ты, как там написано дальше, я пошла там по улицам и площадям города, встретили меня стражники, избили меня. Сколько проблем происходит в нашей жизни. Сколько вот этих побоев. А ты потом, Господь, где ж ты был? Что ж ты не помогал мне? А где ты был? Многие наши проблемы только потому, что мы не откликаемся на Божий призыв. Упрямые, упорством это. Ленимся. И потом мы получаем соответственно. Потому что ты хочешь, чтобы он моментально приходил по первому твоему зову, когда тебе сложно, когда тебе трудно, когда тебе плохо. А когда он зовет тебя, ты, извини, я не откликаешься. Долго ли такие отношения, милые мои, просуществуют? Долго ли? Вы знаете, я вот вам скажу, что отношения, они определяют все. Я вам в одной вещи признаюсь. Вот в социальных сетях мне довольно много пишут людей. И в основном пишут молитвенные просьбы. Говорят, ой, пастор Виктор, пожалуйста, помолитесь вот там за то, за то, за то. Куча людей. Я их не знаю. Там тысячи друзей у меня в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, тысячи. И кто эти люди? Я не знаю большинство. 99% не знаю. И они пишут. То есть сразу посылают мне молитвенные просьбы. И я вам признаюсь, если я буду молиться, я должен целыми днями сидеть и просто промаливать все нужды людей, которые мне пишут. Но, когда мне пишет человек, которого я знаю, между нами есть реальное отношение. Либо это прихожанин церкви, либо это какой-то друг. У меня совершенно иное отношение к его молитвенной просьбе. Когда мне пишет какой-то человек, которого я реально знаю, я часто прямо там откладываю ноутбук и начинаю молиться за проблему этого человека. Ты скажешь, почему ты такой лицеприятный? Я не лицеприятный. Просто у меня с этим человеком есть реальные отношения, а с этими нет. И точно так же у Иисуса. Ты скажешь, Иисус, ты лицеприятный. Почему ты кого-то пропускаешь, Сарство Божие, а кого-то не пропускаешь? Иисус говорит, Я пропускаю тех, кого знаю. А этих, помните, что он нам сказал? Я никогда не знал вас. Как не знал Господь? Я уже 10 лет со своими просьбами тебе пишу в одноклассниках. Поймите, мы думаем, что главное решить свои проблемы, а потом останется время, ну, Господи, пообщаемся. Давай сейчас дело сделаем, а? А какое дело, милые мои христиане, важнее, чем реальность отношений с Ним? Реальность отношений с Ним? Как у меня, я вижу, отношение к просьбам близких для меня людей совершенно иное, чем отношение вообще к просьбам незнакомых. Точно так же и мы бежим туда вот со своей просьбой. О, давай, давай, Господь, тут прям как будто все бесы на меня накинулись. Помните, да? А что Бог отвечает? Ой, Господь, все бесы накинулись. Я же, вот, и мы так, Библию начинаем к Богу. Вот смотрим, вот там Иисус там бесовы гонял. Павел, давай, Господь. А Бог тебе говорит, Иисуса знаю, Павел мне известен. А ты кто такой? Ну, у меня бесы, ну и что? Удивил. Бесы там у тебя. У меня проблемы. Ох, 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 ох. Сейчас давайте все заканчиваем, у него проблемы сейчас. Кто ты такой? Знает ли реально тебя небо? Знает ли тебя Господь? Знает ли? Поэтому я вам честно смотрю там эти просьбы. Да я проматываю их этих. Просьбы там поставим. Давайте сделай там это. Деньгами помоги. Помолись за меня. Ну да, да, да. Да. Но когда я нахожу человека, я знаю, да, это верующий там. Кто-то из нашей церкви, кто-то из лидеров. Какой-то друг мой, может быть, верующий из другого города. Тогда для меня его боль – это моя боль. Для меня это важно. Почему? Потому что между нами есть отношения. И чем ближе эти отношения, тем его проблемы больше касаются меня. Понимаете? Так вот, драгоценное, это секрет отношений с небесами. Есть ли у тебя вот это отношение? И время для этих отношений. Вот сегодня. Вот сегодня время для этого. Сегодня. Поэтому мы делаем такой акцент. Поэтому мы делаем эти выезды регулярные. Поэтому служители дома молитвы делают это для кого? Да чтобы как можно больше людей могли пережить вот реальность отношений с ним. Это время. Вот сегодня время. Сегодня время. Сейчас это время. И я увидел, что проблема откладывания на потом. Когда мы все вот потом, потом, потом. Оно просто обворовывает нас. И второе место, которое я хочу сегодня показать. Одно из Ветхого Завета. Песни, песни. А второе. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Вторая глава. Знаменитый рассказ о браке в Кане Галилейской. Вот с первого стиха я прочитаем. На третий день был брак в Кане Галилейской. И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус. И ученики его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему. Вина нет у них. И Иисус говорит ей. Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь сказала служителям. Что скажет он вам, то сделайте. Был же тут шесть каменных водоносов. Стоявших по обычаю очищения иудейского. Вмещавших по две или по три меры. И Иисус говорит им. Наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. Вот я просто прочитаю финал истории. Одиннадцатый стих. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. Скажешь, пастор, ты что-то про вино тут все пропустил. Это сейчас не моя тема сегодняшняя. Про вино говорить. Я хочу про чудо говорить. Вы знаете, когда я читал впервые эту историю, мне показалось тут, может быть, опечатка какая-то. Пришел час мой, надо было перевести. А тут как-то вот опечатались и написали, не пришел час мой. Потому что странно. Приходит мать Мария к Иисусу и говорит, вот у них проблема на браке. А Иисус говорит, мой час не пришел. А потом эту проблему решают. Ну никак не согласовывается никак-то. Потому что мы представляем, что Иисус, Сын Божий, Господь явил Себя через Него. И это, конечно, да. Отец проявил Себя через Сына. И Сын говорил, видевший Меня, видит Отца. Дела, которые творю я, не я творю. Отец творит. Но Он также, Библия говорит, был Сыном Человеческим. И Библия говорит, что Он был искушаем всем, кроме греха. То есть Он проходил через те же испытания и выборы, через которые проходим и мы с тобой. И вот представьте себе, Ему 30 лет до этого Он еще не совершил ни одного чуда. И начался новый этап в Его жизни. Этап служения, чудотворений, исцелений, изгнаний бесов. Новый этап. Этот этап начался с крещения в Иордане у Иоанна Крестителя. И после того, как Иисус был крещен, да, Дух Божий сошел на него. Голос прозвучал, сей Сын мой, в котором мое благоволение, да. И вот Он вышел помазанным, начался новый этап Его жизни. Но мы люди и мы инертны. Мы так привыкаем к старому. Конечно, все мы хотим нового. Все мы хотим каких-то хороших изменений. Но новое нас с одной стороны манит, а с другой стороны пугает. Потому что жить по-новому, жить в новом измерении, жить в новом служении, это же необычно. Это же всегда какой-то стресс новый. Это же стресс какой-то. Вот переехать в другой город новый для тебя, это стресс. Да хотя бы даже в другой район города переехать, там, с Уралмаша переехать в академический. Стресс такой, да, оказался где. Вот, вот, переехать, стресс, да. И поэтому мы как бы хотим нового, но оттягиваем это новое, оттягиваем. Потому что старое, может быть, мы от него устали, привыкли, неинтересно. Но оно уже такое родное, такое уютное. Нам привычно жить вот в этом, в этих старых вещах, да. И поэтому как бы мы смотрим на это, ну, если бы кто-нибудь там впереди нас пошел бы, мы бы еще посмотрели. А так вот, первым идти как-то в эти новые, ну, как-то вот. Так вот, драгоценный точно так же у Иисуса. Уже Дух Божий был на нем. Сила Божья была для совершения чудес. Но Он еще не сделал ни одного чуда до этого момента. Так и написано, что это было первое чудо. В Коране Он положил начало своим удивительным чудесам. Но до этого еще не было. И поэтому, хотя, конечно же, Он как Сын Божий все понимал. Он слышал голос Небесного Отца. Но, войдя в это новое, да, вот после своего 30-летия, войдя в новый период служения, Он, как и все люди, растерялся. И когда пришла Мария, сказала, давай, вот у них проблема там на браке. А еще не пришел час мой? Еще не пришел час мой? И вот, к сожалению, вот этой фразой можно охарактеризовать очень многое в нашей жизни. Там вот, библейские курсы, давай учиться, давай как-то изучать Библию. Хочешь же? Конечно, хочу. Так давай, вот анкета, заполняй. А еще не пришел час мой, как-то вот я еще как-то вот на... Чего еще как-то? Чего как-то? Ну, чего как-то уже? Ну, не знаю, как-то вот, ну, еще подожду чуть-чуть. Время вот служить. Ты чувствуешь, что какие-то вещи ты можешь служить там, либо в нашем социальном служении, либо в том же Уральском доме. Молитвы время служить, идти в команду, вливаться. И ты понимаешь, да, у тебя сердце тянется к этому, но ты же понимаешь, это же не только радость и счастье, это еще и ответственность. Если вы думаете, что такое великое счастье, знаете, счастье просто вышел на сцену, поговорил, ушел, да, когда хочешь. А когда каждое воскресенье, это не просто радость, это еще некая ответственность. Понимаете, о чем я говорю? Ответственность. Сколько раз мы в церкви наблюдаем такую картину, что люди с удовольствием работают как волонтеры. Потому что волонтер, хочешь, пришел, хочешь, позвонил, не могу, не пришел. То есть ты как бы свободен в этом. Но когда мы смотрим, кто-то вот как волонтер, ой, он такой благосостоянный, так много делает. А может его взять в церковь, на работу уже, чтобы он тут служил конкретно на полное время. И берешь этого человека, и вот когда человек из волонтера превращается в служителя, сколько раз я наблюдал, как люди меняются, почему? А потому что раньше он был волонтер, он сделал, все его хвалят. Молодец, спасибо. А теперь он служитель, он сделал. Не то, что он сделал, его хвалят, он не сделал. Ему говорят, это в чем дело? В чем проблема? И люди, которые готовы, как волонтеры, гореть и много делать, бывают превращаясь в служителей, не делают даже то, что делали, будучи волонтерами. Почему? Ответственность. А наша плоть не любит ответственность. Я лучше в старом посижу. Не, не, не. Я ничего не хочу менять. Зачем мне это что-то такое, вот это новое? Это же какие-то, это же что-то от меня требует, эти все эти вещи. Нет, нет. И люди начинают пасовать. Нет, нет, не пришел час мой, не пришел час мой. Хотя именно пришел час, именно пришел час. Бог стучится, время молитвы, у нее не приют. Я уж помыла ноги, сняла хитон мой, что же мне делать? Одеваться снова, все, ноги марать, что ли? И сколько раз вот бывало, знаете, когда вот мы должны слушаться Бога, слушаться. Вот он стучится в сердце, значит исполняет, слушаться. Бог часто, знаете, действует помимо нашего разума. Есть такое понятие, которое обычные люди называют интуицией. Но это часто его голос внутри нас. Вот есть интуиция. И часто этот голос, заметьте, вопреки голосу разума. Часто, вопреки. Недавно была такая ситуация у нас с женой. Как раз был выезд у нас в служении, станем друзьями. И мы с Дианой там тоже проводили мастер-классы. И вот мы выехали из дома. А у нас, когда выезжаешь из дома, у нас есть поворот направо и поворот налево. Поворот налево, он так через лесочек такой идет. Он покороче. А на правом по дорожке, по дорогам, там все понятно, все ясно. Но он длиннее. Как знаете, вот есть обычно два пути. Один быстрее, а другой короче. Мы обычно выбираем, которые короче. И мы выехали. Вот выезжаем, да? И вдруг я как-то вот в сердце чувствую, не поворачивать этим через лесочек, а вот езжать туда по дороге. А мы, ну я ехал с женой, то есть опаздывал. Вот, поэтому у нас время было впритык. Мы должны были вот, я выехал, вот, и выезжаю. И поворачиваю направо, потом чувствую, поверни. Думаю, ну как бы опаздываю. Нет, почему-то вот, вот как бы, не знаю почему. И тут мне жена говорит, подожди, подожди, ты что, у нас времени осталось. Время не осталось. А ты поехал длинной этой дорогой. Давай короче, через лесок. Через лесок. Я говорю, Диана, давай, может, там проедем. Она говорит, да не-не-не-не, давай-давай. Ты что, не понимаешь, что ли? Это же короче, мы быстрее придем. И знаешь, так вот, я умом так подумал, подумал. И на самом деле жена права. И свернул налево, и поехал через лесочек. А там как раз была яма, и она была полностью залита водой. И там проезда вообще не было. И там, где мы должны были выехать на трассу, мы поняли, что объехать мы это не сможем. И мы должны были обратно через этот лесочек возвращаться к своему дому, и уже там поехать обратно. Знали ли бы вы, сколько я же не высказал всего, пока мы ехали обратно через лесочек. Вот. Сколько я сказал. Но на самом-то деле, поймите, тут не в ней была проблема, проблема была во мне. Потому что, знаешь, вот это яркий пример, когда что-то внутри, ты слышишь голос, он может быть нелогичный, и даже в чем-то неразумный, но словно он тебе вот что-то говорит. Вот надо сделать так-то, так-то и так. А разум говорит, да ты что, не-не-не, подумай. Подумал, подумал, и поехал в другую сторону. С вами бывало такое, да? А потом ты уже понимаешь, как будто твое сердце знало того, что не знал твой разум. Не случайно говорят, сегодня даже ученые, занимающиеся мозгом, говорят, что как будто наш разум, он не знает того, что знает сердце. Как будто в нашем сердце есть какая-то информация, о которой еще разум не в курсе. Даже эксперименты проводили, вот об этом фильмы показывали, эксперименты проводили, когда делали там датчики, и сердце реагировало заранее, до того, как еще картинка появлялась перед глазами, и разум понимал. Там, например, картинка ужаса, да? И разум, вау, реакция там влияет на сердцебиение, на прочее. Так вот еще картинки не было, сердце уже начинало реагировать. То есть как будто заранее, заранее сердце знает, знает. И вот внутри, ну мы думаем, нет, подумал, подумал, нет, поеду туда. Подумал, подумал. Сердце тебе говорит, начинай, давай, иди. Это время, там, служение заниматься, еще чем-то. Вот прямо сейчас ты прямо ощущаешь такой трепет, как вот она говорит, вострепетала вся внутренность моя, да? Асуламита говорит, вот трепет, что вау, вау, вау. А потом села, обдумала хорошо, и ничего не стала делать. Бывало с вами такое, да? Вот точно так же происходит. Не, 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 ну, ну не сейчас. Это, конечно, хорошо, Бог мне это открыл, я чувствую. Но потом придет время, сделаю. И ты убираешь эту интуицию, голос сердца своего, начинаешь следовать за разумом, за разумом, за разумом. Столько проблем приходит. Поэтому запомните, когда Бог касается, Бог говорит, да, надо делать. Надо идти делать. Надо идти начинать. Время, вот пришел час, все. Иордан позади. Дух Божий на тебе. Отец желает проявлять через тебя, как правильно Полина сегодня говорила, свою любовь проявлять. Не просто там шокировать фокусами людей, любовь к людям проявлять. А он замешкался. И заметьте, мы сейчас говорим про Иисуса. То есть, конечно, как Сын Божий Иисус показал нам образ небесного Отца. А как Сын Человеческий, Он показал нам путь, нас, людей, сталкиваясь с теми же самыми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, смущаясь от того же, от чего и мы с вами смущаемся. Но слава Господу, что Он не остался в этом, не пришел час мой, не отступил назад. Так, возможно, бы никогда и не наступил благоприятное время для чудес. Потому что я, знаете, замечаю, что никогда не бывает благоприятного времени для исполнения воли Божьей. Вот для суеты всегда благоприятное время. Для всякой ерунды всегда благоприятное время. Для развлечений всегда благоприятное время. А для послушания к Господу, хотя это самое важное, самое главное, самое необходимое, мы об этом говорим, поем и прочее, прочее, но как-то время все еще не пришло, час еще не наступил. Но слава Господу, что Иисус в конце концов вот преодолел вот эту инертность, преодолел вот эту косность и начал совершать чудеса. И положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И началось его удивительное служение, длившееся три года. И после этих трех лет, когда у него в жизни был новый этап, да, до тридцати он возрастал, тридцать служения людям, исцеляющие, благословляющие и поучающие, а в тридцать три уже служения спасителя и искупителя. И когда вот это была граница, проходившая уже в Гефсимании, когда все закончилось, служение, учение о Царстве Божьем, об эти все исцеления и прочее, и прочее, начинается служение искупления мира. И опять мы видим, он как человек находился в барении, когда он стоял на коленях там, в Гефсиманском саду, и говорил, «Отче, доминует меня, чашек сия!» Подожди, Иисус, ведь до этого ты же ученикам своим говорил, что ты пришел взять грех мира, да? Ты же говорил, что ты умрешь и воскреснешь. Ты же все понимал. А когда этот момент наступил, опять откладываем, опять еще не время. Мы по-человечески его можем понять, ну кто же хочет этих страданий, кто же хочет этих крестных мук. Мы по-человечески его понимаем. Вот это борение страшное. Если на кресте была кровь из-за давления извне, то там в Гефсимании была кровь из-за давления изнутри. Внутренняя борьба. Написано, что пот его капал, как капли крови. Помните, да, с чела? Вот какое было давление. Когда думаешь, да, нет, это опять. Ну потом уж когда-нибудь. Я понимаю, что да, я должен, я. Это может быть не сейчас, когда-нибудь. И еще года три похожу, поисцеляю. И слава Господу, что опять, когда он три раза молился, да, в конце концов, он опять принял это верное решение. И он сказал, но, не как я хочу, а как ты. И вышел из Гефсимании уже в служении, искуплении, спасении и оправдания миром. И точно так же драгоценные сегодня мы с вами. У Бога для каждого из нас есть свое призвание, у Бога для каждого из нас есть свои планы. Но часто не в нем проблема, а в нас проблема. Мы-то медлим. Вот время молитвы, да не сейчас. Время там служить, да не сейчас. Время поехать на семинары в дом молитвы, да завтра съезжу. Сейчас и воскресного собрания достаточно. Вот, как бы, вы поймите, мы все откладываем, 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 откладываем. Здесь, видите, есть другая проблема. О ней, мы тоже как-то говорили, бывают люди нам пытаются навязать волю Божию. Давай-ка, давай, давай-ка, езжай на миссию, давай-ка иди в библейскую школу, давай-ка, давай-ка туда иди. Я сейчас не об этом говорю. Никогда другие люди на нас пытаются влиять и манипулировать нами, навязывая нам не Божью, а свою волю под видом воли Божьей. Это другая тема. Вот тут не надо служиться, ни сейчас, ни потом. Но когда ты сам, не кто-то там тебе здесь со сцены или еще там откуда-то на домашней группе, или интернета тебе там что-нибудь научил тебя. А когда ты внутри вот чувствуешь побуждение, внутри себя, твоя голос совести, твоя интуиция, вот то, что идет изнутри, говорит тебе, вот это нужно сейчас. Для этого часа ты пришел. Вот это твое время. И тут же твой разум начинает, подожди, подожди, время ли сейчас? Да нет, не думай, сложное сейчас время. Как будто когда-то было простое. Время ли сейчас? Да нет. Готов ли я сейчас? Да нет. Да ты никогда не будешь готов к служению. Мы, знаете, часто именно во время служения и готовимся. Поэтому вот Олег говорит, да, может ты не музыкант, да начинай, там Бог твои дары разовет, твои таланты раскроет. Нет, вот сначала пускай раскроет это все, тогда вот это, ну и так вот и сиди. И вот мы так и сидим, и сидим, и все ждем, чего-то там благоприятно, хотя Бог говорит, а мы ждем, что Бог, ты как-нибудь нам вот еще как-нибудь, так как-нибудь нам прям, вот так скажи. Я до сих пор не знаю, что было бы, если бы, может быть, в ту ночь я бы не стал спать, а послушал бы его, возможно, какие-то важные вещи, которые были бы в моем служении, да, я их просто не принял, потому что, ну, Господи, давай потом как-нибудь, вот я уж устал уже, ну, что же мне тут вставать опять, тут вот это, просыпаться, из тепленького одеялка вылезать, вот тут вот в комнату молиться, тут на колени вставать, Господь, да давай как, утром, вечером мудренее, когда-нибудь потом. я не знаю этого, но был такой эпизод, и я думаю, что не у меня одного, не только это в моей жизни, к сожалению, бывает, но все мы через это проходим, и поэтому, знаете, вот пример Сына Божьего, для нас яркая картина, что да, есть трудности, есть испытания, есть колебания, но слушай сердце свое, оно знает то, чего не знает твой разум, каким бы ты ни был умным, образованным, напичканным информацией, сердце знает больше, почему? Потому что разум подкрепляется часто из каких-то таких, знаете, книжек, разговоров, прочее, это хорошо все, но у сердца есть иной канал, у нашего Духа есть канал, соединяющий тебя с небесами, поэтому он знает там и про лужи, и про все, а ты там не был, был на прошлой неделе, точнее, а лужи-то не было. Сегодня время благоприятное, сегодня время спасения, сегодня время начать делать то, что Бог вложил в твое сердце. И каждый верующий доскажет. Давайте сейчас закроем глаза и склоним голову. Господь всемогущий, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы в Доме Божьем. Сегодня наши ноги находятся на святой земле, потому что там, где Ты, то место свято, потому что церковь это невеста Твоя, церковь это тело Твое, церковь это Твоя семья, и мы, Иисус, Твои братья и сестры, Ты первенец среди нас, но мы следуем за Тобой. И я молю, мой Бог, за каждого моего брата, за каждую мою сестру здесь. Я молю за каждого, кто смотрит эту трансляцию по интернету онлайн. Боже, благослови их по имя Иисуса Христа слышать Твое Слово и исполнять его. Не откладывать на будущее, не откладывать на потом. Потому что сейчас это время, сейчас время благоприятное, мы призваны сейчас исполнять то, что Ты открываешь нам. Иисуса Христа